Южный Урал богат живописными и необычными местами, о которых мало кто знает. Так жительница Челябинска Екатерина Новицкая решила создать туристический проект Юраль. Юраль это глагол и он обозначает путешествуйте по Южному Уралу. Это глагол, который призывает южноуральцев путешествовать, узнавать что-то новое, изучать родные края. Конечно, мы придумали название не сразу. Это был долгий брейншторминг в несколько недель, но вот каким-то образом в порыве каких-то из креативных мыслей пришло название Юраль. Проект Юраль изначально был запущен как конкурс. Нужно было путешествовать и отмечать локации в социальных сетях и получать за это призы. Поняли, что действительно многие жители региона знают только самые популярные места для путешествий в нашей области. Это озеро Тургаяк, национальный парк Таганай, ну и на этом примерно все. Может быть еще пороги и айские притесы. Мы оставили 50 самых популярных локаций, создали чек-лист и запустили проект. Начали рассказывать про эти места и награждать самых активных путешественников фирменными призами. Так называемые юральцы хотят дальше путешествовать и делиться своими впечатлениями. Юраль стал настоящим брендом, под которым сейчас будут проводиться различные мероприятия. Сейчас мы думаем над продолжением этого проекта, какие еще здесь могут быть продукты и механизмы. Я думаю, что в наших социальных сетях Юраль74 подписывайтесь на наш инстаграм. Скоро вы увидите новости о том, что мы запускаем очередной продукт. Меня как одного из авторов больше всего цепляет, что проект Юраль ушел в народ. То есть люди используют слово Юраль, Юралец, Юралить. И сам по себе проект может жить, наверное, и без нас, хотя кто-то же должен его подпитывать. Но именно то, что проект прижился в народе, то, что люди используют его для своих путешествий, это, конечно, очень цепляет. Ну и человеческая благодарность, потому что мы постоянно получаем в инстаграме, на почте, на сайте сообщения из разряда «Спасибо вам большое, благодаря вам мы путешествовали все лето, благодаря вам мы путешествовали все новогодние праздники». И человеческая благодарность, она правда цепляет их для нас, как для организаторов. Это такой своеобразный кайф продолжать что-то делать дальше для людей. В рамках проекта Екатерина уже открыла много новых мест Южного Урала, особенно ей понравился Оракульский Шихан. Девушка считает, что за вдохновением и отдыхом не обязательно ехать за границу, а стоит сначала узнать родные края и их красоты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова